Министерство обороны продолжает отчитываться об успехах специальной военной операции. В сводках от 16 февраля есть цифры и подсаженные техники противника, среди которых знаменитые хаймарсы и по сотням уничтоженных солдат ВСУ. Все это достигается нашей армией, в том числе и благодаря поддержке тыла, той помощи, которую присылают организации и простые граждане со всей России. Тверь не исключение. В четверг отсюда ушла очередная партия груза, среди которого были не только продовольствия и снаряжения. Складские помещения магазина «Викинг» на проезде Дарвина в Твери уже давно стали одним из центров сбора помощи для Донбасса и воинских подразделений, которые сражаются в специальной военной операции. Координируют прием грузов две группы добровольцев – «Добро-69ЗВ» и «Мы за победу». На передовой уже есть более 40 подразделений, которым они привозят подарки от жителей Верхней Волжи. Наш регион выглядит очень достойно. Во-первых, тверских ребят там в каждом подразделении очень много. И мы туда приезжаем, и тверских волонтеров туда приезжает очень много. То есть, ну, скажем так, потоком идут. И помогают не только теперь своим, но и по всему фронту. Так что Тверская область выглядит хорошо. Среди содержимого этих коробок немало продуктов питания, в том числе и всевозможных сладостей. Причем не только для самих солдат. Ведь зачастую наши военные кормят местное население – воспитанников детских домов, брошенных украинской администрацией. Ну и, конечно, здесь много того, что пригодится непосредственно на передовой. Вещи отбираются по принципу списков ребят, которые поступают нам. Отвозим на фронт – это продукты питания, медицины первой необходимости, обмундирование, спецсредства, прицелы, коптеры. Всего на этот раз на фронт волонтеры из групп Добро-69ЗВ «И мы за победу» отправили около трех тонн груза. Причем есть там и папки с тем, что, казалось бы, не пригодится при выслеживании врага или при перевязке раны. Однако это то, отчего на душе каждого бойца на передовой станет теплее. Детские письма. Дорогой солдат, поздравляем тебя с Днем защитника Отечества. Благодарим за мирное небо у нас над головой. Желаем тебе здоровья и скорейшего победного возвращения на родную землю. Здоровья, крепкого добра и мужества желаем. С 23 февраля сердечно поздравляем. И таких писем, открыток и просто детских рисунков тут огромное количество из многих школ областного центра. Особо маленьким помогали родители, бабушки и дедушки. Дети маленькие, они приходили и с родителями, вязали вместе с нами носки, вязали вместе с нами варежки. Мы отправили больше тысячи пар носков и варежек уже на данный момент. И продолжаем сейчас этим заниматься. То есть люди приходят, делают и вместе с родителями, с бабушками, с дедушками. И вот поддерживают свою страну. Ученица той же 14-й школы Анастасия Демидова проводит параллели с Великой Отечественной, когда дети тоже отсылали бойцам варежки и шерстяные носки на передовую. Сама она вдохновлялась при написании письма одним из советских классиков. Я вспоминала писателей, которые, допустим, Твардовский писал на фронт очень много. Его там читали. Вот я от этого отталкивалась. И мое письмо тоже есть в этой папке. Я также написала стихотворение солдатам. Участник спецоперации, который представился нам как Антон, отмечает, что всю эту помощь для фронта сложно переоценить. Письма, фотографии, конечно же, вот эти стихи детей. Это очень берет за душу и поднимает боевой дух. А также вот работа непосредственно вот таких вот групп, которые помогают благотворительных. Это очень радует, поддерживает. Очередной груз отправлен. А добровольцы групп Добро-69ЗВ и «Мы за победу» приступают к формированию новых посылок на передовую, приглашая присоединиться всех желающих. Пока идет СВО, любая помощь тыла нашим бойцам никогда не будет лишней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...